Сегодня в России вспоминают тех, кто отдал жизнь в самой кровопролитной войне в истории, Великой Отечественной. Она началась ровно 75 лет назад, на рассвете 22 июня и продолжалась 1418 дней. За освобождение мира от фашизма советский народ заплатил страшную цену 26,5 миллионов погибших. Только по официальным данным это день памяти и скорби. Сотни тысяч зажженных свечей, цветы к вечному огню и могилам павших. Репортаж Ильи Костина. Свечи, цветы, военные фотографии по всей стране. В Екатеринбурге тысячи людей выстроились, слово помним. У плотины на берегу реки Брусянка в Свердловской области показали военные фильмы. Зажгли свечи и отправили их на самодельных белых лодочках. Бумажные кораблики мечты выходят в море с графской пристани Севастополя. Одна из самых масштабных акций «Свеча памяти». 1418 дней кровопролитной войны. 1418 огоньков памяти загорелись этой ночью на Поклонной горе и Крымской набережной. Зажигая свечи, каждый в эти минуты вспоминал родных, близких, не вернувшихся с фронта. А Левтина Лебединская свою свечу поставила рядом с датой 26 февраля 43-го. И кажется, будто все это было вчера. Заносы были большие. Февральские метели на миле. И наша деревенька, где мы во время войны были, она была так в низинке как-то. И были очень большие заносы. И машины никак не могли выехать. И мы вот дети, будучи детьми, где-то 10-12-13 лет и женщины, мы эти машины поднимали и вот так вот выталкивали вверх. Кто-то возвращался со школьного выпускного, кто-то чинил застрявший в поле трактор, кто-то просто спал. В то воскресное утро от сообщения, которое передадут по радио, а затем разнесут из уст в уста, было уже не скрыться. Бегущие люди, взорванные дома, авиация в небе. 75-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР, траурная церемония у стен Кремля. В Александровском саду Владимир Путин возложил венок из еловых ветвей и красных гвоздик к вечному огню у могилы неизвестного солдата. Цветы возложили премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин. Глава администрации президента Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, члены правительства и парламентарии, которые принимали участие в церемонии. В завершении торжественное прохождение войск московского гарнизона. В этот день защитники Брестской крепости возвращаются туда, где все начиналось. Послушать ночное небо, которое на рассвете загудело тогда еще совсем незнакомыми звуками войны. 75 лет назад именно ее солдаты первыми приняли удар фашистских войск. По немецкому плану гарнизон должен был пасть к 12 часам дня, а продержался почти месяц. Иван Игнатьевич Волынец вспоминает, когда фашисты начали бомбить крепость, город еще не верил. Мирная жизнь кончилась. Как на крепость начали бить? Ну что такое, что думаете, то гром, а тут пошло и пошло, и пошло. Во Владивостоке зажженные свечи пронесли вдоль центральных улиц, до корабельной набережной школьники, студенты, ветераны. Минутой молчания почтили память погибших в Волгограде, на Мамаевом кургане, у монумента «Родина-мать». Слова благодарности тем, кто отдал жизни за победу в самой страшной войне в истории звучали и в Нальчике. Для нас, для Нальчика, это великое дело, потому что мы город воинской славы. Эту славу принес нам наши отцы и дети, которые 60 тысяч человек в Кабарине-Балкарии ушли на фронт, вернулись только с 20 тысяч человек. Вспоминали павших и в Германии, на территории бывшего концлагеря Берген-Бельзин, где захоронены десятки тысяч советских военнопленных. Война закончилась, и мы должны помнить о произошедшем. Все люди во всем мире должны. И я хочу оставить здесь эту свечу, как символ мира. Самый ранний рассвет в году. Таким он был в Санкт-Петербурге. Обратный отсчет до начала войны на одном из высотных зданий. Эти слова, мы помним, выложены из зажженных свечей. Видно было и с высоты птичьего полета. Илья Костин, Кримсонаткин, Ярослав Зорин, Нина Эшба, Первый канал.